Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, Якутс сегодня вновь в прямом эфире в это время и на телевидении, и на радио НВК Саха одновременно. В студии режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов. У микрофона сегодня редактор Юрий Сергеев. Приветствую всех якутян. Представлю гостя нашей студии. Это методист Национального художественного музея Республики Саха-Якутия Наталья Игоревна Федорова. Здравствуйте. Добрый день. Национальный проект «Культура» имеет две основные цели. Это первое – сделать богатейшую культуру страны более доступной и для российских граждан, и для иностранных граждан. Ну, вторая задача – раскрыть творческий потенциал людей, дать им возможность раскрыть свои таланты, и в нашей республике талантов достаточно много. Так вот, в Национальном художественном музее нашей республики яркие творческие личности выставляют свои произведения, ну, разноплановые, по сути, по-своему талантливые, убедительные. И вот сегодня мы попросим гостю нашей студии Наталью Игоревну ознакомить наших телезрителей и радиослушателей, горожан, гостей столицы с выставками, которые проходят в музее. Да, мероприятий запланировано тоже немало интересных, познавательных, какие-то и мы не пропустим сегодня. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, в диалоге с гостем передачи вы также можете принять самые активные участия. Все ваши вопросы, пожелания мы ждем по телефону прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66. Итак, Наталья Игоревна, начнем нашу программу. Давайте расскажем о выставках, которые проходят в вашем музее, о чем мы заявили. Вам слово. Спасибо. В эти осенние прекрасные дни в Национальном художественном музее множество разных выставок на любой вкус. Одна из них под названием «Музей благодарит. Дары и передачи последних лет» сейчас работает в выставочном зале Комдрагмета по адресу Кирова, 12. Экспозиция состоит из работ, переданных авторами, их родными, наследниками и коллекционерами. Поэтому она так и называется. Дары. Музей благодарит. Художественный музей ежегодно с благодарностью принимает предметы искусства от различных организаций, от авторов и от меценатов. И собрание пополняется предметами, подлинными, имеющими музейную ценность, историческую ценность, мемориальную ценность. Многие художники считают за честь передать свои работы в дар Национальному художественному музею. Ведь иметь свои произведения в собрании музея, конечно, это престижно для любого творческого человека. И музейная миссия сохранять работы этих мастеров, мастеров прошлого и, конечно, выносить на суд зрителей работы наших современников. Выставка представляет произведения периода 70-х годов и наших современных художников. Осипова, Васильевой, Чикачева, Романова, Шапошниковой. Да. Надо сказать, что действительно Национальный художественный музей – одно из крупнейших собраний таких произведений. И на Дальнем Востоке, и в Сибири. Возможно, тоже самое одно из крупнейших таких учреждений культуры у нас в республике. А вот скажите, а скульптура представлена на этой выставке? Конечно. На выставке «Дары» помимо живописи и графики есть, конечно, скульптура. Вообще, если зашла речь о скульптуре, то хочется сказать, что скульптура, она менее занимательна, чем живопись. Вот зритель смотрит на картину, вовлекается, рассматривает, думает, пытается понять, ответить на вопросы, как, почему. А скульптура чаще всего зритель оставляет равнодушным. Вот в музейной экспозиции редко всё-таки бывает, когда посетитель внимательно изучает скульптуру, пытается увидеть её с разных ракурсов. Но зато именно к скульптуре тянется наша рука, чтобы потрогать. И в музеях скульптура обычно доставляет хлопоты смотрителям. Это вот такой факт удивительный, естественного органического стремления человека прикоснуться руками, ощутить её плоть. И вот в то же время скульптура, она органически близка человеку. Всё-таки скульптура, я считаю, это ведь тоже оно какое-то, значит, запечатлённое мгновение, да, какой-то вот кусочек небольшой такой жизненного, его, может, человеческого такого движения, застывшего в мраморе там или в граните, да. Поэтому это ведь тоже высокохудожественное произведение, я считаю, оно живое по существу, живое существо. Вот, ну теперь ещё, если что-то о выставке, так, что ещё? Я вообще считаю, что скульптура, она близка человеку, почему? Да. Потому что ведь первые игрушки ребёнка, они объёмные. Да. Объёмными были идолы, да, обереги, амулеты, которые висели у наших предков на шее. И вот эти вот первые мистические, религиозные представления, они же были обращены к камням, скалам, деревьям. И вот нечто аналогичное, оно и происходит сейчас, когда мы из отпуска привозим какой-нибудь камешек, да, и храним его бережно, уже забываем, зачем вообще мы его взяли, да, чем он привлёк наше внимание, но мы его сохраняем. Ну, как талисман, может быть, где-то. Может быть. И ещё, конечно, на выставке есть скульптура станковая, она так получила своё название, потому что от скульптурного станка, на котором она создаётся. И здесь представлено очень интересный дар скульптора нашего якутского Семёна Прокопьева, более 30 скульптур. Хорошо. Ну, вообще-то, надо сказать, что действительно у нас в республике есть талантливые скульпторы, да, и я думаю, что вот подрастающее поколение ведь тоже посещает наши музеи, и они воочию видят все вот эти рукотворные, человеческие, да, вот эти предметы такого высокохудожественного, я бы сказал, интеллектуала. Ну, и ещё какая выставка сегодня представлена? Ну, вот на выставке «Дары» мне хотелось бы отметить, что скульптуры, которые там есть, они представлены из разных материалов. Это и мрамор, и бронза, и любимый нашими якутскими мастерами материал дерева. Ну, мрамор, это, конечно, удивительный материал по красоте, по оригинальности, но обработка мрамора, она всегда была очень сложная, потому что мрамор значительно капризнее других материалов, и одно неверное движение может всё испортить. У него удивительная прозрачность и способность не только отражать, но и поглощать лучи света. Вот у Семёна Прокопьева несколько работ, выполненных из мрамора. Ну, и, конечно, всеми якутскими мастерами материал любимый — это дерево. Дерево вообще единственный скульптурный материал, который в естественном виде имеет цилиндрическую форму. И вот эта особенность материала, она диктует же скульптору свои условия. Он должен вписать своё произведение вот в эту геометрическую форму. Но это, конечно, не значит, что скульптор должен подчинять свой замысел. Вот этой форме заготовки. Ну, скульптору здесь тоже достаточно сложно работать, потому что он же должен угадывать там расположение годовых колец, как они будут располагаться на скульптуре, чтобы они не дробили её. Ну, а главной темой в скульптурных работах — это, конечно, тема человека. Там ведь есть и анималистика представленная, и орнаментика, но человек — это главное. Его формы, его движения, его позы. Как говорил Дени Дидро, это сильная муза, но молчаливая и скрытная. Это он говорил про скульптуру. Ну, всё-таки дерево действительно такой легко поддающийся материал. Вот как вот скульптор настроен в момент создания своего произведения, вот так дерево-то и реагирует. Поэтому в этом смысле, конечно, там другое дело камень, там гранит или там ещё мрамор, что-то. Но дерево, оно всё-таки более поддающееся, и всегда мы воспринимаем, например, зрители, посещающие такие выставки, действительно полное настроение тех авторов, которые создали вот эти, я сказал бы, прекрасные шедевры такого деревянного зодчества. Ну, и уважаемые телезрители, радиослушатели, если вдруг у вас возникли какие-то вопросы, то, пожалуйста, звоните нам, задавайте их, 32-00-66, 32-11-66. Напомню, у нас сегодня в студии методист Национального художественного музея Республики Саха-Якутия Наталья Игоревна Фёдорова. Ну, теперь вот выставка такая, регион 14. Вот есть такая выставка, тоже интересная, название какое-то загадочное. Ну, понятно, что не очень загадочное, это как бы, оно известно, скажем, там больше как по автомобилистам, там, да, или что-то. Вы правы. Да. У этой выставки интересное название, немного интригующее. Интригующее какое-то, да. А посвящена она нашему любимому городу Якутску. В этом году наш любимый город, ему исполняется 389 лет. Исполнилось уже. Исполнилось. И эта выставка о нашем городе. Проект «Регион 14» представляет работы якутских мастеров в жанре, в основном, городского пейзажа. На выставке представлены работы, написанные в период 50-х, 70-х годов. Художник и городская среда – это всегда особый диалог. Ведь каждый художник видит город по-своему. Кому-то ближе широкие проспекты, новостройки, а кого-то интересует старая далекая окраина. И одни и те же черты городской реальности художники видели по-своему. Одни и те же черты городской реальности одних художников вдохновляли, а других, может быть, вергали даже в ужас. Вот, например, урбанизированная городская среда. Это механизмы, какие-то машины. Эта тема была очень любима футуристами. А экспрессионисты считали все эти машины механизмами бездушными. Они на них наводили пессимизм, депрессию. А город, который представлен на выставке «Регион 14», которая проходит в Национальном художественном музее на Кирово-9, «Регион 14», он разный. Вот город 50-х годов, какой он? Да. Он образ счастливого города, устремленного в будущего, такого светлого, города новостройки. Ну, все-таки, знаете, вот 50-е, говорим, да, 60-е, 70-е годы. Вот. Это, конечно, выставка очень интересная. Я думаю, что наши телезрители, радиослушатели, должны обязательно ее посетить, ознакомиться даже с теми достопримечателями, с тех далеких-далеких лет. Некоторых из них, этих исторических зданий уже нет. Уже нет, вы правда. Ну, сейчас мы уходим на небольшую рекламную паузу, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы вернемся в студию вновь через несколько минут и продолжим нашу беседу в прямом эфире передачи «Якутск сегодня». «Якутск сегодня» в прямом эфире. Телефоны 320066 и 321166. Ждем ваших вопросов. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Это передача «Якутск сегодня». У нас сегодня в студии, напомню, методист Национального художественного музея Республики Сахар-Якутия Наталья Игоревна Федорова. Вот, Наталья Игоревна, все-таки вот, если еще вернуться немножко вот к выставке «Дары», да, там вот очень хорошие такие вот тоже из произведения, касающиеся вот из исполнения графиков. Конечно, графика — это замечательное искусство. И сопоставлять, если живопись и графику, то хочется отметить, что плоскость листа вообще входит в арсенал художественных средств. И если, например, мы говорим о живописной работе, то плоскость — это просто такое рабочее поле для художника, да. Это холст, деревянная доска, картон или стена. И сама по себе она никакой роли не играет. Она вся покрывается красочным слоем. А в графике, сохраненная нетронутой, вот эта плоскость белого или цветного листа, она ведь тоже играет свою роль, свою функцию. И на выставке «Дары» представлены российские и зарубежные графики — Бресловецкий, Быковский, Варновицкий. А также хочется отметить графику этой иллюстрации казахских народных сказок казахского художника Алина. Поэтому, я думаю, для детей эта выставка тоже будет интересной. А ведь для художника, работающего с детскими изданиями, одного таланта мало. Нужно обладать ещё одним талантом — быть добрым. И вот мир художника Алина как раз такой. Он очень добрый, мечтательный. У художника свой узнаваемый стиль в оформлении сказок, яркие образы, витиеватые узоры и живая композиция, которая захватывает не только детей, но и взрослых. Так, ну что ж, мы переходим тогда вот регион 14, где уже начали мы говорить до ухода на рекламу, да? И теперь такое вот, Наталья Игоревна. Вот какие картины всё-таки по характеру представлены на этой выставке? Довольно-таки интересной, познавательной и в какой-то степени исторической. Потому что там ведь тоже деревянные зодчества. Да, живая история, оживает наш город, где на отдельных полотнах. Сейчас многих этих улочек же ведь уже и нету в помине. Может быть, конечно, они остались на фотографиях, но живописная работа — это всё-таки живописная. Она создаёт какое-то ощущение. То есть художник делится с нами своим настроением. Картины по характеру разные. Есть масштабные пейзажи с панорамным восприятием. Это вот в основном работы художника нашего академика Афанасия Осипова. Есть урбанистические такие индустриальные пейзажи. Вот эта тема была очень популярна в 60-е, 70-е годы, когда города нашего Советского Союза активно застраивались. Это город новостроек. И эта тема была популярна и по всей стране, и в нашем регионе тоже. Картины подобного плана — это работы художника Ласса. Например, вот Якутск строится. И, конечно, историческое прошлое выступает как опора. Опора современности. Как неотъемлемая наша часть. Это вот, например, картина башни якутского острога Льва Агабышева. Да. Вы знаете, вот всё-таки, к сожалению, исторические здания наши, дома различных купцов, гильдий, они уходят в небытие. Но вот сейчас у нас в городе Якутске, надо сказать, что заложная часть сохранилась ещё. И там, наверное, всё-таки и будущим художникам, и нынешним художникам, особенно молодым, надо было всё-таки сохранить на полотнах. Образ нашего города, лицо нашего города. Понимаете, потому что заложная часть ведь тоже через какое-то время, может быть, и исчезнет. Понимаете, к сожалению. Но как я, как горожанин, могу тоже поделиться своим мнением, да. Некоторые здания у нас в запустении стоят, исторические. Скоро мы отмечаем юбилей государственности нашей республики. Вот поэтому здесь мы должны всё-таки, вот, я не думаю, что всё-таки и мэрия, и всё-таки наше министерство занимаются этим вопросом, сохранением исторического прошлого нашей столицы, города Якутска, да. И поэтому то, что осталось, надо сохранить. Сохранить. Конечно. И вот всё-таки вот наши живописные картины, которые представлены вот на этой выставке, изображающие наш родной город, конечно, вдохновляют и якутских поэтов, да, литераторов. Ну, конечно, наверное, есть стихи вот на этот, по этому поводу. Ведь это синтез искусств, можно сказать. Вы угадали, стихи есть. Да, поэтому вот я думаю, что вот вы тоже сегодня не с пустыми руками к нам пришли. Пожалуйста. Вы действительно правы, стихи есть. Это стихи наших современников, наших земляков, якутян. И непосредственно по картинам этой выставки «Регион 14» наш замечательный якутский поэт, Алёкминский поэт, Эдуард Корнилов написал стихи. И я с удовольствием эти стихи прочитаю вам. Пожалуйста, мы слушаем вас. Богородскую церковь залога отмолили веков ветра. От великого и до малого Аллилуйя поют с утра. Годы темные, годы славные, перемолоты смерть и сон. Люди добрые, православные, сохраните же связь времен. Это стихотворение посвящено картине Павла Фёдоровича Тимофеева «Бывший монастырь». Ещё одно стихотворение, по настроению более весёлое, жизнерадостное, посвящено картине Сироткина Николая Гавриловича «Весна в Якутске». Да, хорошая пора, действительно, «Весна в Якутске». Весна, весна, в Якутске лужи греет души небосвод. После долгой зимней стужи красит улицы народ. Кто читает, кто торгует, и под возгласы людей под снегами крыш воркует пара сизых голубей. Ещё одно стихотворение, оно посвящено картине художника Засимова Наума Матвеевича «Окраина Якутска». Нарисовал художник снег, домов из бруса ряд. Вот верил в чудо человек, здесь будет город-сад. Художник нёс благую весть, в мечту раскрасив тучи. И возродился город здесь, на свете самый лучший. Прекрасно. Ещё одно стихотворение про зимний город, про зиму, про мороз. О картине Василия Петровича Кравчука «Минус 45». Мы все знаем, что это такое. Да, мы тоже прекрасно знаем, и время наступит такое же. Зимний город, словно в вате, фонари льют тусклый свет. Лучшим чать на самокате, самоката, правда, нет. Есть автобус многотонный, монотонный громоход. Как в коробочке картонной нас по городу везёт. На вокзал спешит сайсары. Проезжаем Гемеин. Нас в мороз автобус старый. Мчит по городу один. Да, вот эти стихи очень такие написанные. Мне кажется, они передают дух нашего города. Дух нашего города. И вообще это незабываемо. Ну что ж, теперь ещё одна выставка тоже с очень интересным названием. Ну, немножко, скажем, приближённой. Это вот «По кругу жизни». Действительно, у этой выставки очень такое интересное название, загадочное. «По кругу жизни». Она открылась в Национальном художественном музее «Покирова-9» на третьем этаже. Выставка камерная. Она представлена в одном зале небольшом. Поэтому по музею не придётся утомительно долго ходить. На выставке представлены предметы якутской материальной культуры, скульптура, пластика, графика. А вообще выставка «По кругу жизни» — это искусство Востока, Якутии, России, Узбекистана. Предметы материальной духовной культуры Саха представлены там. Это чаронок, это якинка, кэлёй, кэтах. Данные объекты несут такую удивительную силу жизни, продолжающуюся, утверждающуюся с каждым нашим праздником любимым эсэх. Из современных якутских художников хотелось бы отметить авторскую серию сосудов Марии Тойи Гуляевой, работы Маньчжуриева Александра. Ну и ещё очень интересные предметы там представлены из чайной церемонии — это чашки и пиалы. Да, ну очень интересно, да, всё-таки чашки, пиалы, они, конечно, атрибут нашего церемонии, церемония чайопития, ну, конечно, так почитаемой всё-таки в Азии, вот, но это небольшая... И у нас на севере тоже. Тоже на севере, действительно, да. И я думаю, что действительно... А что, может быть, вы бы отметили центральным таким вот местом, да, вот в этой выставке? Ну, центральным таким экспонатом вот этой экспозиции всё-таки это блюдо, да, мандала, неизвестного мастера, пекинского мастера, выполненное в 1953 году. Удивительно красивое блюдо. И вообще мандала означает то, что окружает центр. Блюдо, оно покрыто симметричными друг к другу рисунками, орнаментами, узорами, оно очень красивое. Вообще мандала украшалась обычно фигурками животных, изображениями людей, растительным орнаментом, цветочным орнаментом. И всё это в совокупности образовало, образовало невероятно красивую иллюстрацию. Вот в том блюде, которое представлено на нас, с выставки присутствует и зелёный цвет, и розовый. А что такое зелёный цвет? Зелёный цвет — это цвет, излучающий естественность, это стремление к развитию, это гармония между мужским и женским началом. Зелёный цвет, он вообще имеет какое восстанавливающее, уравновешивающее человека действие. А розовый цвет — это цвет, который излучает любовь, тепло по отношению к себе и к другим. Ну что ж, вот скажите, пожалуйста, Наталья Игоревна, вот вы рассказали так очень подробно, интересно, да, где-то вот со стихами, с душой, вот этих трёх выставках. Их надо, конечно, увидеть, да, собственными глазами. Обязательно, приходите к нам на выставку, будет интересно. Приглашаем зрителей, радиослушателей, да, вот на эти выставки. Они сейчас проходят вот в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия. Поэтому я думаю, что все якутяне, ну и гости нашей столицы должны обязательно посетить Национальный художественный музей. Ещё раз напомните, пожалуйста, адрес, где он находится. Главное здание нашего Национального художественного музея находится тоже в историческом здании. Это Кирова-9. Ещё есть несколько площадок. Выставочный зал Комдрагмита, как мы его называем, Кирова-12. Ещё есть прекрасное здание на Хабарова. Хорошо. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы сейчас скоро вновь уходим на рекламную паузу и вновь вернёмся в нашу студию. Сегодня у нас методист Национального художественного музея и Республики Наталья Игоревна Фёдорова гостит. Мы ещё продолжим нашу передачу и вопросы, которые мы зададим ведущим. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Телефоны 32 00 66, 32 11 66. Ну, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, можете ещё задавать. У нас осталось ещё где-то буквально около 13 минут прямого эфира, поэтому воспользуйтесь этим случаем, да. У нас сегодня в студии методист Национального художественного музея Республики Саха-Якутина Наталья Игоревна Фёдорова. Вот она очень подробно рассказала о тех выставках, которые проходят буквально в эти дни в этом прекрасном музее нашей республики. И, конечно, если мы уже заговорили о зрителях, то они должны быть, эти выставки доступны всем, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Вот какие проекты в музее есть вот для этой категории населения? Музей давно работает в этом направлении. Мы стараемся быть открытой средой для всех наших посетителей. Мы всех любим и всех ждём. И существует совместный проект Национального художественного музея и Республиканской библиотеки для слепых. Он даёт возможность людям с разными возможностями ощутить, увидеть красоту и разнообразие мира искусства музейными средствами. В плане этого проекта и трогательные выставки, и мастер-классы, и концерты. Произведение искусства, конечно, невозможно исследовать на ощупь. По крайней мере, старинные предметы 17-18 века. Но, например, для людей со слабым зрением или тотально слепыми, им нужно, чтобы познакомиться с экспонатами, как-то его тактильно ощутить. И вот тактильная такая, ощущая экспонаты методического фонда, который у нас существует, какие-то костюмы, маски, реплики. Такие люди, они очень хорошо представляют фактуру, плотность и эти материалы. Это очень важно, поскольку осязание, оно позволяет людям со слабым зрением полнее и точнее понять свойства, качества объектов. Но люди, лишённые зрения, природа же их наделила прекрасным слухом, отсязанием и хорошей памятью. И для незрячих, слабовидящих слух — важное информативное чувство. Вот есть такие строчки незрячего поэта Виктора Верхова. «Бог природы гавмой ощущений одарил меня и дал свободу». Вот весной у нас был мастер-класс на выставке «Венецианские маски» в выставочном зале «Кандрагмета». И люди познакомились с экскурсией, познакомились с методическим фондом на ощупь, могли всё потрогать, прочувствовать. И потом их чуткие руки создавали красоту. Они делали маски. И вот есть такие тоже строчки. Мне хотелось бы их прочитать поэта Виктора Верхова. «Философия моя простая. Я не вижу, но живу в движении. Книгу жизни временем листая, В мир иду тропой воображения». Мне кажется, эти строги очень многое говорят вот об этом проекте Национального художественного музея. Вот скажите, вот тифлокомментарий ведь есть, да, вот скажем, тоже для отдельной категории населения. Вот что оно себе представляет и такое, видимо, разрабатывается у вас правильно, да? Ну, тифлокомментарий, он помогает незрячему и слабовидящему человеку увидеть картину. Мы сейчас разрабатываем такой тифлокомментарий, конечно, в сотрудничестве с Республиканской библиотекой для слепых. Вот по выставке «Дары» сейчас разрабатываем экскурсию. Экскурсанты придут нам 1 октября на экскурсию. Надо сказать, что это, конечно, достаточно сложный процесс. Сложный, но увлекательный и интересный для нас, для музейщиков. Ведь для тотально слепых людей, например, с рождения, да, трудно передать понятие цвета. Красный, синий, зелёный. И здесь уже приходится оперировать такими вот словами, как тёплый, холодный. И, конечно, здесь опять-таки синтез. Здесь нам поможет музыкальное сопровождение картины, той или иной картины или скульптуры. И вот всё это вкупе даёт возможность человеку почувствовать и представить картину или скульптуру. Да, очень хорошо, конечно. Ну, какие ещё проекты готовит музей для горожан? Ведь скоро мы будем отмечать Международный день музыки. Конечно. Международный день музыки 1 октября. Он в разных форматах в городах проходит, в музеях. И в этом году, 1 октября, будет небольшой концерт под названием «Музыка и живопись». Он будет в выставочном зале Кирова 12. Идея проекта — это синтез искусства, опять-таки, да, изобразительного и музыкального искусства. И в исполнении лауреатов Международных конкурсов преподавателя музыкального колледжа Андрея Дедюкина прозвучат произведения Петра Ильича Чайковского. Выступят молодые талантливые студенты музыкального колледжа Жиркова, преподаватель колледжа, руководитель ансамбля Ирина Слепцова. Почему мы выбрали произведение Чайковского? Потому что в сентябре, в сентябре очень богат на разные события, Московская государственная консерватория отмечает 155-летний юбилей консерватории имени Чайковского. Она интересна тем, что в этом учебном заведении всегда царил дух свободы и творчества. Ну и, конечно, их зал, он прекрасен тем, что там замечательная акустика. Может быть, конечно, наш музей такими акустическими свойствами не обладает, но мы всё-таки стараемся проводить концерты, и поэтому на этом концерте будут произведения Чайковского исполнены. Хорошо. Ну вот, конечно, в выставочном зале КДМ готовится даже спектакль, очень интересный тоже спектакль. Кому он посвящён? В выставочном зале Кирова-12 готовится спектакль «Моим стихам». Он по произведениям поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой, потому что у неё 8 октября тоже день рождения. Юбилей. Да. И концерт будет 9 октября, мы всех приглашаем. Это тоже своеобразный синтез сценографии, поэзии, изобразительного искусства. Ну, мы в музее не боимся экспериментировать, стараемся применять разные новые средства популяризации изобразительного искусства. Синтез музыки, поэзии, он поможет в этот день зрителям наполниться новыми эмоциями, увидеть гармонию цвета и услышать гармонию художественного слова. Это совместный проект выступать будут учащиеся, выпускники и родители детской школы искусств, студии «Сэля Ви» под руководством Марины Пиевой. Хорошо. А вот всё-таки, ну, интересно, всё-таки действие происходит, да, вот в спектакле. Ну, а в зале-то ведь нет полноценной сцены, да, к которой мы привыкли, как все. Ну, полноценной сцены нету, действительно. Нету, действительно нет. Но нас вот эта задача совершенно не пугает. Чем сложнее задача, тем интереснее её решать. Вообще, если говорить о современных тенденциях театрального искусства, то театр, он сейчас предстаёт же в необычном, непривычном для нас виде. Нету монументального здания, занавеса из тяжёлой бархатной ткани, кресел в зрительном зале. Вот в традиционном театре всегда был термин «четвёртая стена». Это такая иллюзорная стена, которая разделяет зрителей и артистов, да. И для зрителей сцена — это такое сакральное было действие пространства, куда зрители не допускаются. А вот сейчас новые коммуникации, они позволяют эту четвёртую стену разрушить. Актёры могут спускаться в зал, взаимодействовать со зрителями. Вот поэтому есть такие спектакли-променады, интерактивные театральные постановки. Изобразительное искусство, вот как представлено в этом спектакле? Изобразительное искусство, конечно, обязательно. Оно будет играть одну из главных ролей в этом спектакле, в этой постановке. И зрители увидят видеоряд. Но это будут не только картины известных художников Серебряного века, которые вдохновлялись поэзией Цветаевой. Но это будут и произведения юных художников, детей, которые занимаются вот у нас сейчас в музее. Есть две удивительно талантливые девочки, Даяна и Саяна Индеевы. Они написали картину. Картину по мотивам стихотворения Цветаевой. Есть у неё такое произведение «Девочка цвета луны». Конечно, надо отметить, что это не детское произведение, не детский стишок. Но вот они вдохновились этим произведением. По-своему, да, отобразили? Да, технику они выбрали пастель. Наша талантливая якутская поэтесса Ольга Янцин, она ведь сделала ещё перевод на якутский этого стихотворения. Вот такой своеобразный симбиоз культур. Поэзии Серебряного века, поэзии и живописи современников. Вот приглашаем уважаемых телезрителей, радиослушателей поучаствовать, стать зрителями этого спектакля. Ну вот, Наталья Игоревна, вы, насколько я знаю, есть такое понятие «музейный педагог». Вы там тоже какие-то функции выполняете, да, видимо? Если кратко об этом рассказать, у нас буквально две минуты. Хорошо. Музейная педагогика у нас в музее давно работает. Мы работаем с детьми буквально три плюс. Что такое три плюс? Это совсем малыши, которым 3-4 года. И мы работаем по программе нашего первого президента Михаила Николаева. Рисует все. Его программа «Музыка для всех». Поэтому у нас есть программы «Артсад» — это для дошкольников. Есть программа «Калейдоскоп» для школьников. Есть программа «Арттерапии» для ребят, попавших в сложную жизненную ситуацию. И вот музейная педагогика занимается этими вопросами. Ну что ж, спасибо. Я хочу сказать Наталье Игоревне Фёдоровой, методисту Национального художественного музея Республики Сахая-Якути, которая сегодня очень подробно, красочно, увлекательно рассказала о тех выставках, которые проходят, о тех проектах, которые готовятся в стенах этого музея. Действительно, у каждого человека есть художественное восприятие. Когда мы читаем книги, ходим в музеи, театры, слушаем музыку, это развивает художественное восприятие. Поэтому, уважаемые телезрители, радиослушатели, жители города Якутска, гости столицы, приглашаем вас в Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия. Приходите, смотрите. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо участнику передачи, а вёл передачу редактор Юрий Сергеев. До свидания. Всего доброго, уважаемые якутяне.